С утра Верховной Рады было тихо, митингующих собралось не более двух сотен, а вот количество силовиков умножилось. И если вчера власти поясняли, усиленный режим понадобился из-за визита мальтийского лидера, то сегодня причины целой армии патрульных не называют. Как прошел день и чего ждать в дальнейшем, расскажет Юлия Жешко. Ряды протестующих заметно поредели. Из трех тысяч человек возле Рады остались несколько сотен. Все те же сторонники Батькивщины и самопомощи бойцы Донбасса и Азова. Требования прежние – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательной системы. Митингующие разместились в палатках и обустраивают быт. За ними пристально наблюдают сотни силовиков. У здания под куполом припаркованы десятки скорых, военный транспорт и целая галерея патрульных машин. Вот, к примеру, нардеп Сергей Лещенко насчитал два десятка экипажей на площади в 200 квадратов. Мы только приусы рассчитываем, то есть те автомобили, которые должны патрульовать в улице и бороться с излучением стен на улице. Это 16 приус, 17 приус, 18 приус, 19 приус, 20 приус. Написано, патрульная полиция. Сами же силовики причин своего дежурства раскрывать не хотят. Хотя в выражениях не стесняются. А почему тут патрульная полиция перебивает? Зависок, чтобы патрульовать в улице. А мы не патрульная полиция. А он, как написано, патрульная полиция на автомобиле. А почему вы сидите? Вы в чужом автомобиле, что ли? Может, вы его угнали? Может быть. Я понимаю. Тут написано патрульная полиция. Автомобиль, наверное, будет в… Вызовите реальную полицию. А вы, как, нереально? Нереально. Почему патрулей так много, объясняет спикер МВД. Говорит, дескать, это только так кажется, что полицейских больше, чем митингующих. Такое вот искажение реальности. А на вопрос, как действуют, собирается, отвечает, как в песне. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. Мы надеемся, что он будет вынятково мирным. Перебивайте, находите в середине, на улице, хоть живите тут. Никакой другой забороны нет. Но, пожалуйста, не атакуйте, не штурмуйте, не нападайте. И все будет хорошо. Зачисток не будет, уверяет глава нацполиции. Опять же, если активисты не будут нарушать порядок. Мы обеспечиваем громадский порядок, публичную безопасность в среднем месте, в том числе на площади Конституции. Будь-яких радикальных заходов по зачищению, звольнению или других действий мы не предполагаем. Можете граждане выражать свою думку. Будьте, пожалуйста, пойдут ее высловлять. О митингующих и их целях говорил сегодня и премьер. По словам Владимира Гройсмана, от депутатов можно и нужно добиваться реальных действий. Но вот все ли участники акции пришли к Раде с благими намерениями? Те, что произошло вчера, имеет, наверное, две складовых. С одной стороны, это те люди, которые пришли высловить абсолютно свои глубокие доказательства в необходимости изменений, которые готовы работать над этими изменениями. А с другой стороны, пришли и те, кто ничего не собирается вообще делать. Они пытаются под хорошими, хорошими гаслами прикрыть свою жагу до влады и борьбу за владу. Намагаются этими гаслами дестабилизовать ситуацию в Краине. А митингующие заявляют, стоять будут до тех пор, пока парламентарии не примут их условий. И обещают к завтрашнему дню пополнить свои ряды. Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok